здравствуйте мои дорогие подписчицы любительницы стиля боха любительницы быть стильными красивыми за 50 любительницы одесских анекдотов и также рассказов о знаменитостях рада вас приветствовать на своем канале и сегодня очередная подборочка которая я надеюсь вам понравится и вы для себя обязательно что-нибудь выберете подберете отметите потом либо сошьете сами либо кого-то найдете какую-то портнику и она исполнит ваши заветные мечты и вы дети обладательницы этих брюк потому что сегодняшняя подборочка брюки брюки в разных разных стилях здесь подобраны они рассчитаны на разный возраст они рассчитаны на разные фигуры здесь вы найдете и для женщин за 50 и на полных и на худых и на маленького роста и на высокого роста вы просто посмотрите и представьте эту вещь на себе как она будет на вас смотреться ну во первых нравится не нравится а во вторых именно как вы представляете на себе соответственно вашей фигуре и тогда будет все понятно подходит она вам или нет лично мне сейчас последнее время очень стали нравятся юбки брюки вот вроде бы брюки но когда смотришь на женщину это смотрится как юбка она не просто удобная в носке она еще и элегантная и очень украшает женщину делают ее женственной вот обратите внимание на такие фасоны это юбки брюки они вроде бы как широкие широкие брюки причем длина если вы не например не носите юбку в пол может быть и короче в виде юбки миди например в общем девочки вы здесь найдете огромное количество от стильных модных и даже вязаных брюк до повседневных стиле боха и не только смотрите и вы все увидите ну а я не дизайнер подсказывать вам ничего не буду вы смотрите на свое усмотрение на свой вкус подбирайте выбирайте а я пока вас поразвлекаю как всегда за мной должок остался я вам обещала истории из жизни известных людей актерские байки и поэтому сегодня вы как раз эти истории все и услышите я выполняю свое обещание ну а тем кто не любит слушать мою болтологию и хочет побыть в одиночестве я советую быстренько отключить звук дабы не раздражать себя моим голосом быть в полной гармонии самими с собой удачного вам просмотра шекспировские страсти гастроли провинциального театра последний спектакль трезвых нет шекспировская хроника шестнадцать трупов на сцене финал один цезарь над телом другого и там такой текст в переводе щепкина и куперник звучит так я должен был увидеть твой закат или дать тебе своим полюбоваться и артист говорит я должен был увидеть твой и он текст забывает надо выкручиваться по смыслу а это же стихи господи проклятен но он выкрутился как поэт он сказал я должен был увидеть твой конец и задумчиво спросил ждать тебе своим полюбоваться и мертвые поползли со сцены одно время в театрах было запрещено пользоваться стартовыми пистолетами категорически приписывалось пользоваться на сцене макетами оружия а выстрелы подавать из-за кулис в одном театре на краю каменоломнии стоит связанный комсомолец а фашист целится в него из пистолета помощник режиссера за кулисами замешкался выстрела нет и нет фашист ждал ждал и в недоумении почесал себе висок дулом пистолета в этот самый момент грянула хлопушка помощника режиссера фашист будучи артистом реалистической школы рухнул замертво тогда комсомолец понимая что вся ответственность за финал легла на него с криком живым не сдамся бросается в штольню и тут занавес на 1923 году в венской опере давали оперу вагнера лоенгрин финал оперы был очень эффектным лоенгрин уплывал со сцены на белом лебеди как-то эту партию исполнял лео слезак в общем то ли он замешкался то ли поспешил механик но лебедь уплыл один за кулисы но слезак не растерялся повернувшись к противоположной кулисе он пропел скажите пожалуйста когда отбывает следующий лебедь однажды и в стигнееву пришлось заменять внезапно заболевшего актера в спектакле в поисках радости понятно что текст он знал неважно а по ходу пьесы и вовсе забыл слова и произнес я говорю ах да а что я говорю его партнеры рассмеялись и ушли со сцены он посидел посидел и говорит а еще кто-нибудь придет что касается смешных реплик по громкой связи то наверно на первом месте стоит вахтанговский театр там что не реплика то шедевр на вахтанговской сцене идет антони и клеопатра главной роли михаил ульянов события на сцене близятся к развязки вот-вот героя и стыкают ножами по закулисью из всех динамиков разносится бодрый голос помощника режиссера передайте ульянову как только умрет пусть сразу же позвонить домой вахтанговском театре объявление помощника режиссера по громкой связи было еще смешнее коваль коваль как только разденетесь сразу же идите на женскую сторону там же по громкой связи во время спектакля прозвучало следующее почему не горит смольный немедленно зажгите смольный две знаменитые ленинградки я говорю ленинградки потому что именно в то время это происходило певица людмила сенчина и актриса нина урган которые абсолютно все знают были соседками по даче они дружили и урган даже назвала свою любимую кошку люси эта кошка однажды куда-то запропала и не на урган побежала ее искать будучи склонной к употреблению самых эмоциональных форм русского языка она при этом кричала на весь поселок люська тварь тарарарарам тарарарарам ты куда запропастилась проститутка эдакая на что одна из соседок любезно спросила с крыльца вы людочку сенчину ищите замечательный актер малого театра никита подгорный входит в родное здание и к нему тут же бежит молодой актер с новостью про помощника режиссера никита владимирович знаете алла федоровна ногу сломала подгорный тут же деловито спрашивает кому а 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 К концу третьего дня любовница попросила его вынести мусор. Артист в трико и домашних тапочках вышел на помойку, вытряхнул ведра и привычно пошел. Куда бы вы думали? Конечно, домой. Нажал кнопку звонка и в этот момент сообразил своей хмельной башкой, что сотворил. Но было уже поздно. Законная жена открывает ему дверь и обалдела. Откуда ты, милый? Представьте себе этого оборотистого в трико и тапочках на босу ногу с двумя мусорными ведрами в руках, не нашедшего ничего лучше, чем ответить ей, как откуда? Из Ленинграда. На радио записывали передачу с участием Фаины Раневской, нашей любимой Фаины Раневской. Во время записи Фаина Георгиевна произнесла фразу со словом «феномен». Запись остановили. Это же было тогда, в то время. Сейчас можно говорить что угодно, и такие делают грамматические ошибки, что, знаете, уши вянут. «В чем дело?» – чуть заикаясь и пуча глаза, спросила Раневская. Стараясь выправить ситуацию, ведущая сказала. Знаете, Фаина Георгиевна, они тут говорят, что надо произносить не феномен, а феномен. Такое современное ударение. А, хорошо, деточка, хорошо, я поняла. Включайте. Запись пошла, и Раневская четко и уверенно произнесла. Феномен, феномен и еще раз феномен. А кому нужен феномен, пусть идет в жопу. В одном из небольших городов театр проездом давал грозу Островского. Как многие, наверное, помнят, там есть сцена самобросания тела в реку. Для смягчения последствий падения обычно использовались маты. И обычно их с собой не возили. А искали на месте, в школах, спортзалах, а здесь вышел облом. Нет, не дают, никого нет и тому подобное. В одном месте им предложили батут. Делать нечего. Взяли. Но в суматохе или намеренно забыли предупредить актрису. И вот представьте себе сцену. Героиня с криком бросается в реку и вылетает обратно оттуда с криком. И так несколько раз. Актеры с трудом сдерживаются. Сцена же трагическая. Зрители в трансе. И в этот момент один из стоящих на сцене произносит. Да, не принимает матушка Волга. Актеры, корчась, падают. Актриса визжит. Зрители сползают с кресел. Большой театр. Опера Евгения Онегин. То место, где герой у графа спрашивает. Кто это там в малиновом берете? Жена моя. Не знал, что ты женат. Так вот, в самый ответственный момент потерялся берет. Срочно нашли, но зеленый. И выпустили девушку на сцену. Герой увидел, что как-то надо выходить из положения. Ну и ляпнул наскоро. Кто это там в зеленом берете? Граф обалдел и от неожиданности запутался. Сестра моя. Евгений совсем спрыгнул с катушек и поет. Не знал, что ты сестра. Чайка, Чехова. В финале спектакля, как известно, должен прозвучать выстрел. Потом на сцену должен выйти доктор Дорн и сказать. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Но сегодня пауза затянулась и выстрела нет. Доктор Дорн, видимо, понимает, что что-то произошло и нужно спасать положение. Тогда он выходит, долго стоит, все-таки ожидая, что сейчас, все-таки, может быть, сейчас будет выстрел. Но поскольку выстрела по-прежнему нет, ему ничего не остается делать, и он говорит. Дело в том, что Константин Гаврилович повесился. И тут вдруг раздается выстрел. Тогда он, еще подумав, произносит. И застрелился. По сюжету одной пьесы муж должен был неожиданно войти в комнату, в которой неверная жена только что сожгла письмо от любовника. Втянув в воздух ноздрями, муж кричал, что он слышит запах сженой бумаги, и недвусмысленно интересовался тем, что же такое секретное сожгла его жена. Пойманная за руку неверная супруга со слезами во всем признавалась. На премьере же, однако, сценический рабочий забыл зажечь свечу на столе. Перед тем, как занавес открыли, блудница долго металась по сцене, пытаясь понять, что же ей делать со злополучным письмом. В конце концов, от безнадежности положение разорвала его на мелкие клочки, и вошедший муж оглядел картину и после секундного замешательства произнес. «Я слышу запах рваной бумаги. Сударыня, извольте объясниться». На роль балбеса в фильме «Пес-барбуз и необычайный кросс» был утвержден Сергей Филиппов, но к началу съемок он находился на гастролях, а потому ассистенты стали подыскивать других претендентов, искали также и двух других актеров. Когда на студию пришел Юрий Никулин, Гайдай сказал «Все, балбесы у нас есть, не надо никаких проб». Что касается грима, то Гайдай сказал так «Гримироваться вам ни к чему, у вас лицо и так глупое, моргайте только почаще». Благодарю всех, кто посмотрел мой фильм об Азнавуле, о Шарле, и мне очень жаль, что очень мало кого он интересует, к сожалению. Я надеюсь, что вы себе что-нибудь выбрали из этой подборочки, я надеюсь, что вам пригодилась она. Буду с нетерпением ждать ваши комментарии, но во всяком случае, если даже вы себе что-нибудь здесь не подберете, то поднимите настроение себе точно. Ну, это и было моей задачей. Если вы попали на мой канал впервые и вам понравилось, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления, иначе вы их не будете видеть. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео, не понравилось, ставьте пальчик вниз. Всем вам желаю крепкого здоровья и быть в гармонии самими с собой. Я желаю вам всем хорошей погоды, природа лечит, ездите почаще на природу и заряжайтесь ею по полной. Конечно, как всегда, у меня осталось очень много историй из жизни известных людей, которые вы сможете услышать в следующих видео и также увидеть новые подборочки. Поэтому не забывайте мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»